В общем, мы приехали в Листрянку, типа Байкан, нет, человек, она, ну там, это кровь, она бежит, она не успокаивается. Спасибо вам большое за то, что вы со мной, и вы меня поддерживаете. В общем, я проснулась после вчерашней тесни, у нас понедельник, 9 утра. Я легла в 12, поэтому, в принципе, нормально, нормально, выспали, да? План сходить сегодня на тренировку и поработать, вот такое вот в планах. Моя девочка подошла. Хорошие мои. У меня вот стиль жизни такой. Мы вчера отдыхаем, пьем мартии, я просыпаюсь в 9 утра и иду на тренировку. Я порой удивляю своей логике. Я, зная, что надену водолазку, делаю вот такие губы до того, как надела водолазку. То есть, ну вы понимаете, да, что такое водолазка? Это вот такое горлышко. А я как теперь это сделать-то должна? Я как теперь должна ее надеть-то? Сегодня один из тех дней, когда я стараюсь себя абсолютно ничем не загружать. Ну, то есть, ни тренировками, ни макияжами. Просыпаюсь, собираюсь и иду гулять. И сегодня погода прямо располагает к этому. У меня бывают такие дни, когда у меня очень сильно начинает болеть поясница, спина. В этот момент я начинаю понимать, что я себя перенагрузила. Потому что если я начинаю какую-то деятельность или я начинаю чем-то заниматься, это все. Это 24 на 7. Я просто не даю себе отдыхать. У меня напрочь отбивается весь сон. Я практически не сплю. И вот как только я дохожу до состояния, что я не могу разогнуться, у меня болит поясница, я даю себе день отдыха. Это какой-то прикол. Я только говорю о том, что нужно давать себе отдыхать. Я себя не нагружаю. И я прохожу целый километраж по своему городу. Поднимаюсь по ступенькам, хожу туда-сюда-обратно. Сейчас еще целый час буду где-нибудь ходить. Может быть, день пересижу, чтобы дождаться подругу. Потому что мы решили сходить в кафе. В общем, chill out, отдых, релакс. Я извиняюсь, что я к вам вышла вот так, да, в таком вот виде. Ну, это как бы такой же лайф, это влог. Мне сейчас попалось видео обо мне очень лестно отозвалась участница марафона, который был у меня в декабре. У меня немного наворачиваются слезы, потому что, если честно, каждый сейчас, каждая обратная связь, которую я получаю от вас, это, ну, это невероятный заряд на дальнейшую деятельность. И это меня так мотивирует, это так дает мне какой-то стимул продолжать, продолжать вести свой ютуб. Просто большое всем вам спасибо за то, что вы оставляете эти комментарии. Я надеюсь, что я вставлю этот кусок, а мне не входит стыдно за то, что я тут прямо разревелась у вас в камеру. Ну, просто спасибо вам. Спасибо вам большое за то, что вы со мной и вы меня поддерживаете. Это очень важно для меня. В общем, я тут записываю видео на ютубчик, видео-туторно вот этот макияж. Но вы уже по-любому его видели, потому что он выйдет первее, чем мой влог. И вот такая вот я симпатичная хожу тут, да, лысая тетка. Я вот хочу сейчас рисовать брови. Сначала мы заклеиваем брови, чтобы потом нарисовать. И я надеюсь, что это не будет моя ошибка. Посмотрим дальше. Если честно, я так устала подать этот макияж. Просто вообще. Вещаю с подоконником. В общем, ко мне пришла косметичка для рекламы. Бартерные условия прорекламировать в сториз. Она вообще классная. И наполнение ее тоже классное. Смотрите, я себе такую ниточку на удачу взяла. Фиолетовый цвет, мой любимый. Но там что-то протекло в коробке. Коробка вообще пришла просто в ужасном состоянии. И вот посмотрите, как она выглядит. Я думала, может быть, ее можно как-то постирать, привести в нормальный вид. Так, тут написано. Стирка запрещена. Что мне с ней сделать-то теперь? Она такая классная вообще. Ее можно летом вот так делаешь, хоп, и куда-нибудь пошел. Сегодня я набрала первую тысячу просмотров на своем видео на ютубе. Я не знаю, на вот этот момент, когда я запощу это видео, сколько на этот момент там будет просмотров. Но сейчас там тысяча. Это очень круто. У нас вчера на улице было плюс 15, может, даже плюс 20. Снег лежит сегодня. Тима тоже не рад. Персик подошла. Я когда постю видео на ютуб, я начинаю его смотреть. Я вам сейчас покажу. Вот так смотрю. Я всегда себя критикую. И вот я лежу, например, смотрю, оцениваю. Как я говорю, как я веду себя на камере, какая у меня жестикуляция, какая у меня мимика. И я до себя докапываюсь. Докапываюсь до фотографий, докапываюсь до макияжа, докапываюсь до одежды, до образа. Теперь докапываюсь до видео. И поэтому, если вы вдруг хотите задеть меня в комментариях, то знайте, никто сильнее меня не обидит, чем я сама. Время 7 утра. В воскресенье. Я не спала практически всю ночь. Но надо вставать, готовиться. Потому что к 9 часам ко мне придет клиент на макияж. Я буду собирать ее на фотосессию. Ну, что не сделаешь ради клиентов и ради самой идеи создания чего-то классного. Я очень люблю, когда ко мне люди записываются на какие-то яркие макияжи, креативные. Я же готова всем утра встать ради этого. Я периодически прихожу в гости к подруге, у нее ребенок и собака. И тут постоянно очень громко. Ранит! А еще я очень люблю свободные вещи. А Даша мне всегда дает максимально облегающие вещи. Я сейчас покажу. Как вам такой облегающий контент? Красиво ли оно? Да. Это будете одевать бабочкой. Вы понимаете, для человека, который носит постоянно оверсайз, надеть вот такое вот. Хоп-хоп. Звезды переделывают вот этот клип. Но он идеальный. Что тут еще переделывать? Мне вообще кажется, что смысл таких клипов вообще в целом, что они и должны оставаться такими. А сейчас они придут еще. А вы еще знаете, что мне нравится в Дашиной квартире? Человеком нужно знать? Я не знаю, мы на скорость, наверное, бежим. Раня! У меня нога мокрая! Тут Милашечка недавно прошла курсы по макияжу. Мои марафоны. Сейчас она даст некоторые комментарии по этому поводу. Тебе понравился марафон? Да. Ты нашла для себя что-то новое? Да. Ты приобретешь еще новый марафон у Наташи перс и муа? Да. Это вот надо, да? Записывать видео на YouTube. И вот уже когда самая концовка, да? Надо просто заставку конечную записать. Ты кусаешь губы. Обкусываешь губы свои. Это все, конечно, очень здорово. Но там эта кровь, она бежит, она не успокаивается. Мне что с ней сделать-то? Снова поговорим о моих эмоциональных решениях. Я пошла делать новую татуировку. И никому об этом не сказала, даже мужу. Мне кажется, он расстроится за то, что я пошла ее делать. Но я вам покажу, какую я сделала татуировку. Я прямо горю ей. Я хочу ее сделать. Добро пожаловать в семью. Такая вот красотка. И... Пиум-пиум. В общем, мы приехали в Листрянку. Это типа Байкал. Нет, подожди, это Байкал. Это Байкал. Я буду снимать вам какие-нибудь красивые кадры отсюда. Первый красивый кадр. Участник моего курса, Милаша, отдыхает на Байкале. Ест картошку. Ну что, пора заканчивать мой второй влог. Я надеюсь, он вам понравился. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я продолжала такой формат видео на своем YouTube-канале. Спасибо вам за просмотр. Всех нежно обняла.